доброе утро бежим завтракать ну что приготовим завтрак вместе нам понадобится лист салата сыр яйцо помидор бекон и хлеб сегодня у нас будет тост с беконом и яйцом пашот поджариваем бекон с двух сторон отрываем листики салата и обязательно их моем не забываем про зарядку с утра ах да еще нам понадобится уксус а точнее чайная ложка выливаем его в кастрюлю с почти кипящей водой затем организуем там водоворот и вливаем туда яйцо предварительно разбитое какую-нибудь емкость теперь оставляем все это на пару минут а пока займемся нашим тостом кладем лист салата на него поджаренный хлебушек на него намазываем сыр у меня сегодня будет плавленый сыр но вкуснее всего творожный его у меня дома не оказалось яйцо уже приготовилась кладем его на салфетку чтобы стекла вся вода кладем помидорки на них бекон и конечно же наше яйцо пашот вот наш тост готов приятного аппетита и мое самое любимое разрезать яйцо и посмотреть как желток выбегает на наш тост я не могу делать дома я была очень рада и хочу сегодня попить его в последнее время я очень полюбила фильтр просто безумно в последние дни когда я была в петербурге попробовала его в первый раз и мне очень понравилось потому что это необычный вкус я такого еще не пробовала и вообще никогда не пила просто кофе без молока я раньше просто не любила кофе а потом вдруг попробовала капучино и сначала мне не очень понравилось но потом я попробовала еще раз и мне понравилось и после этого я пила только кофе с молоком а без молока вообще не могла пить и вдруг петербурге я попробовала фильтр и мне безумно понравился он недавно увидела в перми в магазинах вот этот кофе и была очень рада потому что я думала что вот буду сидеть дома ничего не попить из того что я люблю не сходить в кофейню а тут я могу купить себе просто вот домашний фильтр и заварить его себе самой это не капучино для которого нужна специальная машина которая нормально сможет взбить молоко фильтр довольно просто заваривается и его в принципе возможно приготовить дома и мне действительно прям очень приятно что это делают перми вот такое чудо потому что я даже в петербурге по крайней мере не замечала именно вот такого вот кофе фильтр пакетах в отдельных и это очень классно кстати это не реклама к сожалению но я бы с удовольствием посотрудничала с этой маркой это возвращает меня в атмосферу кофейн петербурга и в атмосферу именно нашу жени в последние дни в петербурге становится очень тепло на душе и даже не скажешь что ты сидишь на самоизоляции дома раз уж мы с вами сейчас так хорошо тут сидим то расскажу вам сразу планы на весь свой день сегодня у меня будет два онлайн занятия это практика по физике и лекция по физике они начнутся в 10 20 и продлятся до часу 30 сразу после лекции я планирую заняться спортом я занимаюсь спортом каждый день я прям очень этому рада и не пропускаю ни одного дня только потому что мне действительно этого хочется и я прям с нетерпением жду каждую свою тренировку вот например я сейчас знаю что я буду сидеть смотреть эту физику и ждать когда же уже она закончится и я пойду и смогу потренироваться так что потом у меня будет тренировка наверное во время физики не нужно будет перекусить потому что обед у меня будет только после тренировки это где-то в пол третьего после обеда я планировала поделать домашнее задание пару часов потом другое домашнее задание еще пару часов лабораторную работу а после этого мне нужно будет сделать работу по таргетинговой рекламе для факультета я начала работать с нашим факультетом в продвижении медиа и помогаю продвигаться я сейчас начала изучать таргетинговую рекламу это абсолютно для меня новый мир и я очень много времени на это трачу чтобы все понять во всем разобраться кстати примерно в таком ритме по такому плану проходит почти каждый мой день на самоизоляции я сижу дома и я очень рада что мне удалось именно сформировать план дня по которому я практически каждый день живу я практически в одно время все делаю я знаю что по крайней мере очень полезно и есть в одно время и в принципе это очень тебя систематизирует и так намного проще планировать что-то я всегда примерно два часа иду заниматься спортом потом иду обедать до этого учу уроки делаю домашнее задание или сижу на лекциях поэтому мне намного проще когда у меня уже сформирован план когда у меня есть какая-то стабильность у меня никогда в принципе в жизни наверное не было такого что я прям все так делал по плану каждый день в одно время но данный момент стабильность это очень подходит для меня и мне так намного проще живется и намного проще выполнять как можно больше дел которые я запланировала на день кстати даже на карантине я абсолютно ничего не успеваю абсолютно у меня просто столько идей столько мыслей столько планов столько всего хочется делать много домашки есть лекции практики ну в общем пару онлайн я ничего не успеваю мне хочется столько всего делать но вот уже какую неделю я только пытаюсь вставить все свои дела в свой недельный план и у меня пока что не получается кстати интересно только у меня на карантине так много дел или вы тоже не знаете как со всем этим справиться напишите вообще в комментариях чем вы занимаетесь на карантине может быть у вас нет вообще никаких задач и вы не знаете даже чем заняться или вы так же как и я утопайте просто в куче этих дел планов и не знаете как все распланировать Может быть, вы начали изучать что-то новое или попробовали что-то новое сделать или начали заниматься спортом. В общем, напишите, мне действительно очень интересно, как вообще все остальные с этим справляются, с этим нахождением дома. Я, кстати, ну вот для меня это по сути даже не проблема находиться дома, только потому что у меня всегда очень много дел, и я не сижу и не думаю, блин, как мне хотелось бы выйти на улицу, зачастую потому что я не успеваю об этом думать, но по сути мне все равно хочется выйти и прогуляться, подышать просто свежим воздухом. И я, в принципе, думаю, что нет ничего страшного, чтобы выйти и вокруг дома пройтись. И мне хочется, конечно, это сделать, но не всегда я успеваю это сделать. Даже до магазина иногда не успеваю сходить. Хорошо, что я живу сейчас с родителями, и у меня отпадает множество этих бытовых дел, хотя они все равно есть, и от этого никуда не убежишь, что очень грустно. Бытовые дела занимают довольно большую часть дня, так что жду ваших ответов внизу, а я пойду заниматься своими делами. Сижу и не понимаю физику. Я решила, что нет смысла находиться на практике сейчас, тратить свое время и просто писать то, что я не понимаю. И сейчас попробую сама сначала всю эту тему изучать, находить какие-то уроки в интернете, на ютубе. Попробую сама в этом всем разобраться лучше, чем буду просто писать какие-то непонятные для меня формулы. Вот. Пока идет практика, буду заниматься этим, потом расскажу вам, что у меня получилось или не получилось. Посмотрела трехминутное видео и поняла. Атмосфера урока. Я снова вернулась на практику, но задачи для меня это все равно пока что очень сложно. У меня началась лекция по физике, теперь я решила зайти с ноутбука, чтобы задавать вопросы, если что. Потому что с компьютера я не могу задавать вопросы, там нет микрофона. А именно вдоль заданной траектории. То есть для консервативных силы должны быть консервативные, если силы консервативные, есть потенциальная энергия. Вы в школе это рисовали, помните? Сейчас у меня время тренировки. Я уже нашла себе йогу на ютубе. Чаще всего я делаю один день такую энергичную силовую тренировку, а на следующий день йогу. Либо на следующий день я делаю что-нибудь танцевальное, ну более такое легонькое, в отличие от силовой тренировки, чтобы как-то давать организму отдыхать. Сегодня я решила сделать йогу, потому что как-то не нашлось в меня ничего активного и интересного. И йога очень полезна для организма, для моей спины. Так что сегодня я буду делать йогу. Субтитры сделал DimaTorzok Доделала наконец-то одну лабораторную по Excel и еще там одну домашку поделала, но не полностью. А тут еще нужно будет отчет написать. Но я думала, что я даже сегодня ее не доделаю, но доделала. Я сейчас поужинала, помонтировала видео с рецептом чизкейка для инстаграма. Так что, скорее всего, когда вы смотрите это видео, то видео с рецептом очень вкусного чизкейка уже вышло в моем инстаграме. Так что заглядывайте сюда обязательно. Сейчас хочу немного поработать с таргетингом и дальше уже посвятить время себе, потому что сейчас полдевятого. Вот, я не хочу прям до вечера сидеть с этим всем. Вот, может быть, почитаю, может быть, посмотрю сериалы, потому что я очень мало смотрю сериалов всяких и фильмов. Хотя хотела все-таки посмотреть несколько сериалов на карантине. Думала, вот появится время, и я наконец-то и посмотрю сериал, который я хотела давно посмотреть, но вот как-то не находится. И еще я начала заниматься масками в инстаграме, и поэтому мне тоже этому нужно уделять внимание. Для меня это пока что очень интересная сфера, и мне очень интересно создавать маски. И поэтому я начала это изучать, заниматься этим. На это тоже нужно находить время. Еще я прохожу всякие онлайн-курсы, но пока что я начала проходить один. Вот, и прохожу его довольно медленно, потому что всего у меня помаленьку, в общем, в жизни моей. Еще множество хочу пройти курсов. Ну, как минимум три, как минимум. И что, еще и книги мне хочется читать. В общем, не знаю, ребята, не знаю. Еще иногда надо видео снимать вам и монтировать видео. Так она деловая. Еще я люблю готовить, и мне хотелось бы развивать свои кулинарные навыки. Так что да, пожалуйста, подарите мне дополнительных часов в сутках. Я буду очень вам признательна. Прямо буду безумно, если подарите мне такое. Буду очень рада. Ничего не надо мне больше. Составила список YouTube-каналов, на которых можно сделать таргетинг. На это у меня ушло очень много времени. Сейчас буду отправлять это. Хочу сейчас сделать себе маску для лица, чтобы, возможно, хоть как-то расслабиться после этого дня. Я чувствую себя действительно очень уставшей. Хотя сидела весь день дома. Но прямо такое состояние у меня. Не очень в тонусе. Поэтому сделаю маску. Я, кстати, на карантине планировала делать много всяких приятностей для лица. Но у меня либо закончились, либо остались в общежитии все мои уходовые средства по лицу. Типа умывалок, кремов. А магазин сейчас закрытый. Я не могу вообще съездить. Не могла бы, в принципе. И они еще и закрыты. И ехать некуда. Поэтому вот такую я масочку буду делать. Поэтому мне очень грустно сейчас без моих... Ну, я практически ничем не умываю лицо. Только скрабом. У меня остался скраб. И я ему умываю два раза в неделю лицом. И все. А так водой просто обычной. Готово. Теперь я тигренок. Какие я маски пробовала в последнее время. Они все были просто огромные. И это самая маленькая маска из всех, что я пробовала за последнее время. И мне это очень нравится. Ну, все. Я доделала все свои дела. Сейчас уже примерно полдвенадцатого. Я пойду умываться и спать наконец-то. Мне очень хочется спать, возможно, потому что я мало довольна сплю. Я редко сплю даже по восемь часов. Потому что я стараюсь вставать в восемь утра. Не всегда ложусь вовремя. В общем, не всегда успеваю спать по восемь часов. Еще хотела сказать вам, что я скачала тикток на карантине. Даже не то, чтобы скачала. Скачала я его, ладно, раньше. Но я начала там проводить очень много времени. И я не думала, что я могу залипнуть в этот тикток. Но все чаще у меня случаются такие моменты, что я сижу в тиктоке и смотрю. И мне прикольно. И это вот чисто только эмоциональная разгрузка. Ты просто смотришь какие-то тупые видосы, и от этого тебе становится твоему мозгу. Ну, хотя, по сути, это тоже напрягает твой мозг. Но мне вот это просто отвлекает тебя от всего другого. Но, по сути, это тоже загружает твой мозг. Это тоже работа мозга. И особенно если ты должен делать какую-то другую задачу, а смотришь в это время всякие тиктоки, это еще и дополнительная нагрузка на твой мозг. В общем, ему это не нравится. Но я все равно чем-то там начала залипать. А еще мне нравится танцевать танцы из тиктока. Это, ну, это вот, мне кажется, реально полезно. Это просто тебя... Ну, так ты можешь реально отвлечься. Просто пойти в перерыве между своими делами, взять и потанцевать. И это и как физическая нагрузка, и просто как отдых от своих дел, от работы, от ДЗ, от всего. И я думаю, что это полезно. Вот, оказалось, что танцы тикток — это не какая-то ненужная вещь, а действительно вещь, которая может тебе помочь хотя бы спортом, хоть чуть-чуть заниматься, если ты совсем не занимаешься. Так что эти школьники были правы, которые танцевали там постоянно. И все, уже хватит о тиктоке. Я хотела еще книгу сегодня почитать, но, наверное, не успею, к сожалению. Я читаю сейчас книгу «45 татуировок личности». Очень интересная, мне очень нравится. Ай, и все, я уже очень хочу спать. Наверное, пойду. Вроде бы больше нечего сказать мне. Так что да, я надеюсь, что вам было интересно смотреть это видео, провести со мной мой день на карантине. Пишите, хотите ли вы еще таких видео. Если хотите, то сниму еще, в принципе, пока ситуация позволяет снимать их. У меня еще есть много всего, чего я вам не показала. Много моей различной рутины. Каждый день все равно хоть как-то отличается от другого. Просто пишите, что хотели бы вы видеть на моем канале. Я буду снимать, пока я сижу дома. Буду вас радовать, развлекать. И да, я пойду спать. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok